Доброе утро, день второй. Знакомство со стихиями. Маша рисует. Так, у нас в 7.30 телесная практика, прискупание. В 8, сейчас я за Машей читаю. В 8.45 завтрак. В 9.45 стихи. Водное занятие. В 16.00 помогаем очистить Велегаму. О, это, кстати, да. Сейчас Маша нам чуть-чуть расскажет об этом. Да, это сегодня, получается, перед праздником весеннего равнодетствия. Активисты, если можно так сказать, решили поубирать остров и поубирать город. И мы вот хотим им чуть-чуть помочь. Пройтись от нашего пляжа до центра Велегама и после этого просто как браться по городу. Вот, мы будем убирать. Так что давайте помогать не только на Шри-Ланке, но и у нас дома. Это я к тому, что если увидите, где это грязно, возле озера, то можно почистить. Так, в 18.00 у нас вечерняя медитация по искупанию. В 19.00 ужин. Вот сегодня вот такие вот у нас занятия. Ну, естественно, я вам все это покажу, поэтому оставайтесь с нами. Всю ночь шел дождь. И было так классно, так спалось супер. И сейчас у нас практика у океана. И я опастываю, потому что я проспала. Я монтировала видео для вас и легла в три ночи. Мамочка, прости меня, я обещала, что я буду спать, но это последняя такая, последняя. Теперь я буду чуть по-другому просто в свое время, ну, не знаю, по-другому как-то его построю и буду ложиться вовремя. Вот, поэтому все будет хорошо. И я больше не буду опаздывать на практики. Раскрывая именно те части, где у нас чаще всего хранятся эмоциональные воспоминания, хранится память об определенных эмоциональных состояниях. И когда мы их много накапливаем, нам становится, например, на душе тяжело, к примеру, или мы теряем какую-то легкость, скажем так. И эта практика, она именно направлена на разгрузку от прошлых эмоциональных состояний. Вот она для этих целей в первую очередь используется, потому что постепенно раскрывая все зоны организма, она именно выгружает эмоциональное состояние, освобождая нас для нового опыта. И мы ее будем делать в ближайшие несколько дней, потому что она будет как бы накапливать этот эффект. Поскольку сегодня у нас по стихиям будет такое первое знакомство именно с стихиям, водное занятие, но потом мы начнем уже взаимодействовать с энергиями, значит, вначале огня и воды. Они как раз тоже работают с нашими эмоциональными состояниями. И поэтому эта практика ключ, она как раз будет хорошей аппотготовкой. Аппояна проходит по всем суставчикам, очень мягко включая тело, освобождая его от курса и включая тело в новый день, в новую жизнь в голову. И это действительно открытие, потому что за короткое время действительно эффект на лицо. Но я думаю, многие из вас даже слышали, пробовали. И сейчас мы попробуем. Слышно? Да, на практике. То, что я сейчас предложу, это смирновская подборка, некая. Ключ, на самом деле, может состоять в разных упражнениях, которые работают как синхро-гимнастика, как аудиомоторика. И вот основная, наверное, это вот водоросль. Аня знает, что ее любимая. Насколько раскрыто наше сознание, насколько мы расслаблены, насколько мы синхронизированы, наше сознание с нашим подсознанием. Сводим дочки вперед. И здесь можно визуализировать по-разному. И здесь важно сначала визуализировать и ощутить, как эти шары расходятся, можно глаза при этом прикрыть, расходятся в стороны. И руки идут за шарами. Сначала визуализация, а потом визуализация. Мы сегодня с Настей завтракаем. О, супер, очень хочу кофе. Обычно завтракаем на улице. Но сегодня мы с девочками разговаривали. Это Ася, хозяйка данного дома. Вот. И мы тут договорились, поэтому решили позавтракать. Здесь нам мальчики принесли. Тут правильное питание. Ну, вы знаете, мне непривычно. Но я стараюсь. Тут каша с фруктами. Девочки смеются. И вот мальчики сделали такую... Даже не знаю, что это. Шейк-микс. Да. С бананами, какао, пророщенная стружка. Гречка пророщенная. В общем, что-то очень-очень полезное. К этому очень вкусно и полезно. Настя, сыра нет. Да, так что я за здоровое питание. Всем советую. Очень много интересных блюд. Очень много интересных и полезных для деток. Я делаю мороженки. У нее есть страничка в Инстаграм. Я оставлю внизу в инфобоксе. Посмотрите. Такая реклама. Минутка рекламы. И у Аси. Минутка рекламы. Да, приезжайте к Аси. Я же вам уже показывала, как у нас тут хорошо. У нас, я так сказала. У нас. Ну, пока я тут, да. Значит, ты у меня. Я рада, что такое восприятие. Когда ты живешь через два дня, тебе становится как дома. Реально, как дома. Я рада. У меня это ощущение, прости, если у меня в гости говорят. Потому что ты поживешь. Но ощущение, что ты просто в гости, ну, к друзьям приехала, загородная, знаешь, там. Я рада, что такая атмосферка делась. Так, я вчера снимала из-за стори и говорю, вот мы вышли из гостиницы, а потом осеклась. Ну, это совсем не гостиница вообще. То есть, я говорю, ну, с нашего дома. Как бы так. Мы мажем с маслом, потому что ароматы имеют значение. Куда? Там маселка дня, гордения. Гордения. Маселка дня, куда его? Ну, сейчас мы будем вот сюда наносить, на центр высшего сердца. Так, да? Да. Да. Но дает ощущение радости и позволяет лучше усвоить информацию. Отлично. Очень приятно. Да, я его тоже очень люблю. Очень. Сегодня вводное такое занятие, оно будет состоять из двух частей. Одна часть — это та информация, некая такая платформа, о которой я говорила. Мы её, ну, просто чётче для себя осознаем, может быть, глубже разберём, чтобы понимать происходящие, лучше понимать происходящие процессы, которые происходят на планете сейчас. То есть мы рассмотрим ту систему, некую координат, систему парнирования реальности, которая руководила нашим прошлым опытом. На чём она построена, на каких законах, какая матрица лежит её в основе. Посмотрим ту новую поддерживающую среду, которая разворачивается сейчас на Земле. Почему важна природа, почему важны природные энергии, на какой основе, на какой матрице разворачивается сейчас эта новая реальность, новая поддерживающая среда. Посмотрим, как этот процесс происходит. Вот я поделюсь таким образом превращение, по сути, которое мы сейчас испытываем. Мы сейчас переживаем такой процесс превращения. По сути, превращаясь из одного существа в другое существо, проживая свою жизнь в физическом теле, параллельно находимся в этом процессе превращения. Поскольку всё меняется, меняется этот окружающий мир, и он претерпевает превращение, и мы, как часть мира, тоже претерпеваем превращение. Вот это будет наша такая первая водная информация. И то мы сделаем маленькую медитацию, буквально пятиминутную настроечку, чтобы закрепить эту информацию. И второй блок информационный — это будет уже наша водная лекция, водная информация про пять элементов, про пять стихий. В общем-то, мы просто посмотрим все их качества, как они связаны между собой, и настроимся на взаимодействие с ними. И уже затем, каждый день мы будем взаимодействовать с одной из стихий, будем её брать как некий фокус, через который мы будем смотреть на мир, будем эту энергию привечать, замечать, уже больше рассматривать информацию, связанную именно с этой стихией, с этой энергией, и делать соответствующие практики. Описание, как люди знают много, но как изменить эту политическую ситуацию, вот эти войны? И я ображаю мысль, что только изменение мышлением человека и практическая масса людей должна быть с этим мышлением. А можно потом помедитировать, да? Вот я вижу все. Запустите, а я... Да, да, да. Вот я вселенную запрос, мир надружен в Украине, правда? Ну, это... Я не политик, но я хочу, чтобы мир был во всем мире. Давайте помедитируем на стирание границы вообще. Да, Россия. Ну так, это наша любимая праздность. Будем жить на планете Земля, и будем все зубы. А мы сейчас кушали гребик, Маша кушали, я лела грешку. А у меня ребята, я из Колоруссии привезли, я приготовила, а ребята еще сделали пасту, а что мы какой-то... Ой, как круто! Так, это вся измениевшаяся... Да, да, в Лангийской земле... А мы еще Украина, да, вообще? Мне очень хочется, чтобы было вот это единство поправше, чтобы не было раздвления народа, у меня вся семья живет в Украине. Как хорошо. Вот эти вот взаимодействия, так хочется, и так круто вот это место, где я обычно собираю. Да, вот важно нам собраться, все-все, и помедитировать. Я, смотрите, я выбрала другую композицию, она 12-13 минут, но она очень часто будет идти. Все, мы медитируем. И на вдохе мы вдыхаем любовь, а на выдохе мы вдыхаем благодарность. Ибо любовь – основная энергия Вселенной, а благодарность усиливает все, за что мы вдыхаем. Мы продолжаем дышать, дыхая благодарность в Господь, отступаясь в свою церковь, и вдыхая во все стороны. И Бог создает этот мир, и Бог создает каждую мечту, и каждую мечту, как говорит нас. Мы в магазине, приехали за штанами, и я тут нашла, смотрите, что. Это маленькие штаники для Демика, и я куплю. Еще вот я купила в Киеве вот такие штаны, и они просто идеальные для Шри-Ланки, вообще для такого отдыха, тем более для занятия йогой, и вообще практика. Шорты неудобно, ничего неудобно, такие штаны идеальны. Вот, но они у меня одни такие, поэтому я решила купить еще одни. Выбрала вот такие красненькие, и тут есть такая кофточка. Сейчас померяю. Хотела так купить, а Настя меряю, думаю, ну я тогда уже померяю. Сколько они стоят, не знаю, но вроде бы... Сколько, Настя, стоит... Да, тысяча рупий, это 190 гривен. Да, тысяча рупий, это 190 гривен. Вот, сейчас будем торговаться еще. И мой внешний вид, это, конечно, я... У меня, оказывается, вьются волосы. То есть у меня вот это вот все было кудрявое. Пока не спрячешь шляпу. А когда я распущена, у меня что-то волосы короче, они вообще вьются, 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 вьются. Особенно вечерами, когда дождь вчера пошел. Это было что-то. Поэтому я прячусь, прячусь, прячусь от солнышка, обмазываюсь вся, поэтому такая вся в греске. И после этого магазина мы пойдем дальше. Мы в центре Великамы по магазинчикам погуляем, потом зайдем на рынок, купим фруктов. И там, с другой стороны, нам рассказала Ася, есть торговый центр, не торговый центр, а магазин именно продуктовый, что там тоже можно купить все, что угодно. Зайдем погуляем, потому что у нас есть свободных 2 часа, потом у нас начинается практика. Поэтому оставайтесь с нами. О, ты что-то берешь? Я еще пока думаю, мне вот эти нравятся, по цвету такие приятные. И для йоги, в принципе, интересно так. Можешь, шпагаты делать, пасаны. Настя, она йогой занимается, у нее так классно получается. Ай, давай. Ага, я там астегиваю. Но я ее фоткаю, где она становится, как ты становишься? На ручке. На ручке становится, потом полностью переворачивается. В общем, акробат. Акробат. Ну, я занималась акробатикой детства, поэтому есть позывы. Вот так вот. Всем советую заниматься, если честно, своим телом. Познавать. Ну, вот мы же туда приехали. Я только начинающая, но я хочу. Я хочу. Вот это самая центральная часть река, вот эта деревушка. Пошла вам показать. Какой-то езд в городе есть. Езд в городе. Езд в городе. Езд в городе. Я не знаю. Такое едят? Что это? Боже, что это? Это что-то. Ладно. Запах это не будет. Спасибо. Распах это не будет. Я поняла для себя, что, наверное, жить в Украине на постоянной основе мне не совсем хочется. Я бы такая, что я бы путешествовала, занималась практиками. Но это так, такое желание пока. Делюсь с вами. А это что? Мы на рыночке. У меня полный рот костей. Он хочет фотографироваться, но он не понимает, что это видео. У меня полный рот костей, знаете, от чего? От вот этого фрукта. А вот он. Видно? Да, видно. Свет теперь так падает. Но он такой своеобразный. Вкус у него. Я купила манго. В магазине купила манго и вот здесь на рыночке. Потому что купила в магазине вот такой вот маленький, только уже спелый. А здесь большой такой спелый. Они по вкусу вообще разные. И тут миллион разных фруктов, которые даже не знаю, что это за фрукты. Их очень-очень много. Что беру. Что беру? Беру вот эта вещь, очень вкусненькая. Мангостин называется. Вот. И здесь она стоит 800. 800. Мангостин, 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 уторговали за 450. И 500 стоит, по-моему... Ой, ой, ой. Соусеп. Вот. И вот еще фрукт классный. Мы его попробовали, но мне он не понравился. Вот. Забыла, как называется. Кто знает, скажите. Огромный такой. Очень огромный. И выглядит он вот так внутри. Он как бы заветрился. Внешний вид у него не очень. Но так, в принципе, неплохой, но мне не очень понравился. И вот классные разные фрукты. Видите. Вот. Я их еще не пробовала. Я не знаю, что это такое. Но здесь прикольно то, что можно все пробовать. Все дают. Вот. Раскрыли напополам нам с Настей дали. Можно попробовать, выбрать, купить. То есть нет такого, что не дают пробовать или дают пробовать маленький кусочек. Ну и вот мы купили воду. И... Мое кокосовое масло. Я яблоки взяла. И хотим еще купить кокосов. Потому что утром на клубный желудок очень вкусно с лаймом пить кокосов. В общем, рассказала. Я... Ау! Два. Два манго. И что хочу сказать. Если бы я жила в этой стране, наверное, мясо бы я не ела. Я бы ела одни фрукты и овощи. Потому что здесь вот есть такие овощи, как баклажан. А это вроде бы и не баклажан, такой как кабачок. Кабачок-баклажан. И вкус у него такой. Картошка тут сладкая. В общем, очень прикольно. И бананы тут вкусные. И они как бы есть разные. Мне очень нравится это с кислинкой. Внутри они даже такие желтенькие в серединке. Делюсь впечатлениями. Мне так нравится. Мы вернулись с рынка. И уже подходя к нашему челхаусу, к дому, я упала. Я упала. А перед этим мы говорили о том, что у нас 16.00. Чистка пляжа. И заодно как бы чистка себя изнутри. То есть мы убираем грязь с земли, ну и достаем типа из себя ее. И если честно, внутри я не хотела идти чистить пляж. И я падаю. И теперь мне больно ходить, потому что у меня набита коленка так конкретненько. Вот. И мне больно ее сгибать. И помимо всего этого, рука, локоть. И это говорит о том, что я не приняла эту практику. И вот так меня наказали. За то, что я не захотела. Ну не то, что я не захотела. Я бы пошла, но я не приняла это. Соответственно, получилось за это наказание. То есть в этой жизни ничего просто так не бывает. Поэтому то, что нам дает Вселенная, надо принимать. Ну как-то так кратко. Я не знаю, понимаете вы меня или нет. Но для себя я выводы сделала. Такие нормальные, конкретные выводы. Не буду заниматься самообичеванием. Получила по заслугам. Сейчас у нас будет практика. А какая сейчас ясно расскажешь? Да, это дополнительная практика, которую я почувствовала, что сейчас, в период нулевых дней, перед весенним равноденствием, будет очень хорошо сделать. И эта практика называется очищение родовых линий. То есть мы через наши родовые линии получаем очень много программ, очень много каких-то сценариев, которые мы воспроизводим затем в своей жизни. И так как сейчас в целом мощный период очищения, обнуления, обнуления разного опыта разных программ, в том числе и родовых программ, поэтому мы через эту практику медитативную поможем себе принять свой род, свои родовые линии, женские, мужские, своих маму и папу. Для того, чтобы через принятие освободиться от тех шаблонов, которые могли быть нами восприняты, чтобы эти шаблоны остались в прошлом и перестали руководить нашей жизнью. А через принятие, через доверие себе мы смогли двигаться дальше в новый опыт, обновляясь полностью и раскрывая свой собственный путь и свой собственный опыт. Вот такую практику мы сделаем. А как она будет проходить? Мы будем лежать в медитации и через определенное дыхание, через определенное представление, определенную визуализацию и соединение наших земных родителей с нашими небесными родителями мы сможем это принятие гораздо легче внутри себя совершить. Спасибо большое. Просто темно и мне очень сложно снимать, у меня нет дополнительного света. Мы тут все, кто где лежит. Масло шафрана как раз работает очень хорошо с тем, чтобы убирать наши страхи. То есть мы его нанесем на определенные точечки, на определенные меридианы, которые впитывают наши страхи, которые мы перенимаем через родовые программы. И масло шафрана через аромат, через вибрацию и музыку специально мы тоже будем использовать, которая поможет этим программам выходить и распаковываться, и как бы стираться. Таким образом мы задействуем звук, задействуем аромат, задействуем визуализацию и таким способом как бы простроим новые нейронные пути в своем сознании. Простроим новый опыт, примем наш прошлый опыт, поблагодарим его, отпустим, связанный с родовыми программами и простроим свой новый опыт, чтобы наш путь включал реализацию нас самих. А масло шафрана нам поможет, потому что оно как раз поможет нам убрать наши страхи. У нас сирена ужина. У нас лепочки какие-то интересные. Соусы. Может, и ты наподобие вкусы. Салат ночной. Салат ночной. Мога не поднимается. Да, но, конечно. Мне кажется, что вот у Ваучей, с дедушкой другая. А вот тут у Соль ты можешь просто на самом деле... И там еще, для караидов наших любимых, есть свекла. Это, наверное, Дима организовал, да? Да. Свекла. Салат. Салат. Салат очень вкусно, Егор посоветовал. Чем? Чем палита? Лаймом. Мы, кстати, сегодня пили кокос. И без лайма вообще не так С лаймом гораздо вкуснее Для вас мотивация собраться все вместе за стол Когда соберетесь, я расскажу, что здесь и почему Здесь томата нет, они разные Ну то есть, они более-менее похожи, но разные Поэтому пробовать можете Свекла очень вкусно сюда макается Салат даже не надо представлять Потому что он... Вообще это лучшая еда на вечер Это салат Да, потому что он легкий Он не нагружает органы Да, пищеварение И при этом, да И при этом он очень круто будет впитывать все токсины Которые выделились за ним в кишечнике И потом их выводить Это очень классно Да, а еще Сейчас здесь этого нет Но здесь будет еще одна классная сабжа Не такая, как вчера Другая И даст вам силу Любовь, счастье, вдохновение, богатство и удовольствие Да будет так? Итак, намасте Итак, благословенно небо Благословенно земля Благословенно пища Благословенно пища Приготовляющие Ну вот завершение и второго дня нашей практики Нашего пребывания на Шри-Ланке Мне очень нравится Я очень довольна Я многое для себя понимаю Прошел только второй день Но я уже оправдала свои ожидания И скажу честно Я хочу еще То есть по приезду в Киев Я буду работать для того, чтобы откладывать деньги И поехать еще в другую страну В какую, скажу вам попозже Они будут время от времени появляться Чуть ли не каждый месяц эти поездки Но понятное дело Что каждый месяц я финансово не осилю Но есть в июне месяце Одна практика В Перу уже рассказала Куда бы я хотела попасть Очень бы хотела попасть Поэтому очень постараюсь И вы знаете Я наверное не буду сейчас рассказывать Свои ощущения Свои впечатления Я это сделаю может быть чуть попозже Может быть не сделаю Не знаю Но в любом случае Я вам советую Если у вас есть такая возможность Попробуйте Попробуйте совершить такую поездку Я думаю вам понравится Заканчиваю второй влог Завтра будет третий день Третий влог Оставайтесь со мной Пока Успокойной ночи